Круппа авторов из Дубны, воронов и травм Гуен-Варжай. Описание свойств квадрупольных состояний 94-го Малиблена с военно-действием СПЕБУ. Круппа коллабораторов. Компания международная, проект уже достаточно долго развивается. И вот уже некие финальные результаты. В частности, нам Лиден немножко четвертый. Но здесь небольшой план, о чем пойдет речь. Мотивация, почему мы уже начали заниматься этим вещами. Несколько слов о методе нашего расчета. И непосредственно результаты дискуссии. Ну и само собой месяц и заключение. Ну, всем известно, что первое возбужденное квадрупольное состояние является эскалер. Ну, а в основном это нейтрон, операционная конфигурация. Ну, уже сразу, фазин. Ну, вот здесь сидят кусок в районе N50, N52, N54. Нас интересует, конечно, область Малиблена, циркония. А единицы BE2 приведены в айскопах. Данные дяты вот из ссылки ниже. Но это не единственная возможная конфигурация. Есть так и низовекторная, возможно. То есть, когда они движутся в противоохладе. Такое же, низовекторная мода. Характерность этой мода заключается в том, что она также является коллективным. Но гораздо меньше, чем первая двойка. Но он порядок, порядок, единицы, кремлянцы. А, и еще одна особенность этого состояния. Этого состояния. Переход между изовекторным возбуждением и эскалерным. Ну, порядка 0,5 может быть в агнитурном возбуждении. Ну, мы становимся на Малиблене N94. Почему Малиблене N94? Первый основной пункт, это то, что Малиблен N94 хорошо исследована эскалерным. Здесь приведены ряд работ уже за 2000-2003 год. Это не дармштадтский, ну, группу эскалерным дармштадтам. Ну, на основании полученных экспериментов были проведены теоретические исследования. Ну, здесь я привел IBM, где было и предсказано наличие заветов возбуждения. Это вот в 99-м году было посчитано. Это квадрофанонная модель и шелмолдер. Как вы можете заметить, здесь нет ни одного расчета, связанных с использующей эффективной взаимодействием. Будь то гони или скирм. И основной из наших целей это было использовать эффективные взаимодействия, в частности скирм, чтобы попробовать описать переходы между возбужденными и подрухольными состояниями. Ну, и еще тут третий пункт. Это вот в 2007-м году на эксперименте были исследованы также и структуры уже непосредственно из эскалярной заветовины дворик. Ну, и уже непосредственно методами. Ну, мы работаем в приближении к случайным фазам, где используем всем известный хардлифоб и крышаинский расчет. Предполагаем, что основное состояние обладает сферической симметрией. И воспользуем каноническим преобразованием Богорюбовым. Далее, эффективное взаимодействие скирма мы берем центральную его часть, вот стандартный его вид, а зеленый — это помеченные промо-параметры, от выбора которых зависит, кто-то вид параметризации мы используем. В этом случае можно представить в виде N сепарабельных членов. Ну, и дальше мы вводим оператор рождения сфандома в следующем виде, на который накладываются следующие нормировочные условия. Ну, а используя уравнение движения, можно получить уравнение на это вот. Ну, это все хорошо описано, вот у них же приведены книжки с классической решенькой. В данном случае мы использовали связь 1-й диофановой конфигурации, и запишем нашу волновую функцию в виде вот такой линии. Ну, соответственно, на данную волновую функцию нагладывают следующие нормировочные соотношения. Ну, и воспользуемого вариационным принципом для такого сложного условия получим, такой символ, они имеют поравнение на цепкоэффициенте f и p. Ну, и детали. А, детали прощают. А, сейчас я представлю... ...видами взаимодействия. Первое взаимодействие это... Скиром с параметризацией SLY5, где мы учитываем целозерное взаимодействие вот в таком виде. Эти параметры были предложены вот в работе КОЛА в 2007 году, где фиксировались по 132-му ОЛОВу энергии уровней 1G-12 и 1H-1-12. А второй расчет мы взяли классический, но стандартную параметризацию SAGALA-J2, но совсем другим видом параметризации, другим видом парного взаимодействия. Он у нас объемный, и вот на него вот такие вот. А, здесь мы с фирмой использовали поверхностные взаимодействия с соседей. Почему выбран такой разброс с парным взаимодействием? В данном случае для молитвена 94-го, вообще для области около 94-го, в частности, сиркони 92-го, очень важно правильно описать низколежащие эридукоистичные состояния. В частности, в циркони 92-м, то есть это наш дальнейший шаг будет, это вот в SLY5, в SL, это достаточно нетривиальное дело. И поэтому сделали шаг вот, как гаунжили. Ну и для понимания, вот для магнитных переходов, мы вот такой одночастичный оператор принимаем, где мы работаем с гермогнитными факторами для свободных наклонов, хотя вообще принято использовать некие эффективные гермогнитные факторы 0,8, 0,7, но здесь мы не знаем из-за этой цели. Ну и в данном случае переходы между возбуждёнными однофономами состояния, магнитные переходы, можно выписать в следующем видео, где X и Y это амплитуды квадрупольных возбуждений. Ну и уже результаты расчетов. На картинке представлены два нижайших квадрупольных возбуждения, полученные силами SLY5 с учётом тендера. В нижней табличке приведена структура этих состояний, и видно, что основные амплитуды находятся, для первой двойки они находятся в фазе, а для второй двойки они находятся в противофазе, что говорит, что второе квадрупольное возбуждение является изо-вектором. Что же происходит, если мы используемся другими, проэнтеризация, урса, гауча? Мы наблюдаем точно такую же картину, а единственное отличие между двумя этими расчётами, это то, что первое квадрупольное возбуждение практически в два раза более коллективное, чем в расчёте структура. Ну, это можно объяснить из тех соображений, что протонная конфигурация для Sagawa-Jai-2 делает более большой свадь, нежели её случилось с SLY5. Ну, это вот данные были опубликованы. Приведём мы ещё М1-переходы. Синий расчёт – это расчёт в однофономном приближении. А красный – это расчёт с учётом связи между одной и двух анонимными конфигурациями. Видно, что, когда мы берём сложную функцию волновую, происходит фрагментация как электрических, ватрупольных силах, так и дипольных, магнитных силах. Ну, и теперь, просто чтобы сравнить это с экспериментом, вверху у нас энергия и структура нескольежащих состояний. Эксперимент – расчёт с SLY5, Sagawa-Jai-2 и расчёты Лаидича и Стояна с замком Квак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак-Вак. В структуре мы увидим, что первое квадрупольное возбуждение является чисто одной фононимой. Ну, предел. Так же мы ухватываем, что второе квадрупольное возбуждение является двуфононимой. Ну, это так же можно объяснить, если мы посмотрим ниже, BE-2, у него достаточно маленькое, ну тут одна единица войсков, у нас один, для Саргаваджа получилось чуть больше а самое интересное, что третье состояние Адропольное является тоже однофономным и в принципе по энергии мы хватаем что касается приведённых сил для случая BE2 мы видим, что мы недооцениваем переход на Саргаваджа, на первую возбуждение видно, что это происходит два раза, но шаг был сделан специально потому что наша основная задача была оценить переходы между квадрубольными возбуждениями то есть магнитный переход и здесь мы видим, что мы вполне разумно ухватываем экспериментальные данные но стоит также отметить, что если в расчётах КФМ используют эффективные гиромагнитные факторы 0,8 соответственно, если мы используем это был протестный расчёт, если мы используем хотя бы для СВГ-5 то мы получим примерно ту же картину ну и здесь, понятное дело, что здесь нужно работать то есть тут ну, основное, что нужно сказать здесь, это первое, что в рамках эффективного взаимодействия с КЕРМом нам удалось в первые, то есть таких расчётов до этого не проводилось взаимодействие с КЕРМом описать переходы между квадрубольными возбуждениями и вполне разумно описать экспериментальные значения для этих расчётов ну и на этом всё спасибо за внимание